Денис Будько прочитал вашу книгу про проституцию в России. Посмеялся с гордого крутого мусора, который женился на проститутке. А большинство этих «несчастных», в кавычках, готово скорее за еду стоять на улице, чем работать за те же 200 долларов. Ну, мы невнимательно почитали эту книгу, не так все оптимистично. И там не мент был, а военный, который женился, может быть, там был какой-то случай с ментом, а полковник, генштаб. Это же книжка, там посвящение девочкам, молодым, которые хотят быть счастливыми, приезжают в Москву в надежде вырваться вот из этого идиотизма, провинциальной жизни, чего-то достичь. И это сегодня, ну, самый простой способ заработка, социализации. Вот многие погибают. И вот эта девушка, это проститутка, которая приехала с намерением заработать деньги, купить квартиру и выйти замуж за полковника. Вот она так себе сформулировала. Она работала как сумасшедшая. Ей, там, менеджер ее говорил эпизодически, что странно, что ты работаешь без перерывов на, там, на менструацию. Вот она говорила, что мне нужны деньги, я работаю. И все это осуществило полковник, не просто полковник, а полковник генерального штаба. А, еще о ребенке она мечтала, и ребенка родила от него. Он очень гордился ей. И она, когда денег не было, она с его согласия подрабатывала в банях. Я, как раз, брал у нее интервью, когда она, уже достигнув необходимых ей результатов, очень многие приезжают потусоваться, девочки молодые. И тут же появляются наркотики, тут же появляется поиск вот этой сладкой жизни. Они, кстати, прилично зарабатывают. Если они находят нормальные условия, то это несколько тысяч долларов в месяц. Ну, пару тысяч, вот, иногда больше. Там много идет обслуживание всей этой штуки, много идет менеджером, там иногда половина, вот, но зарабатывают. Замкомнет. Продолжение следует...